Что вы можете сказать по поводу снижения интереса к Востоку и традиционным китайским боевым искусствам в современной России? Снижение происходит особенно среди молодежи. Сейчас этим интересуется в основном старая гвардия, интеллектуалы и представители некоторых слоев интеллигенции. Из-за развития искаженного типа современной культуры в России, развития ММА и прочего подобного представления Востока и всего Восточного в плохом виде, даже иногда его очертания, развития субкультур типа около футбольников и всяких там крутых, раньше были гопники, теперь стали крутые, что-то происходит с культурой в России, пытаются вроде как бы сказать написано, а не писано, неформально запретить элементы восточной культуры. И так воспринимают сейчас как и в России. Леонид пишет, однозначно нельзя сказать. Леонид пишет еще, интерес к Востоку наоборот повышается. В городе были маленькие секции Тай-10 и Ля-Ян. Теперь есть одна секция, кинадского карате и Дачан-Тюань. Раньше такого не было. Но все равно спортсменов по-прежнему больше, чем традиционщиков. Просто моды. Килка-шинкай и ушу для детей, для меня это тоже спорт. Эдуард пишет, в целом сила удара извлекается из ног и стабильная стойка, нужна стабильная опора. Это к предыдущему вопросу. По этому поводу, вот Леонид здесь сейчас высказался. Да, действительно спортсменов все равно будет больше и всегда будет больше. Это совершенно нормально. Это большой плюс традиционщика. Потому что, как я уже говорил, конкуренция для вас снижается. Я считаю, что это в принципе неплохо. А с другой стороны, мы уже с вами тоже говорили о том, что... Ну почему спорта больше, чем боевых искусств? Ну просто потому, что личность финансово не может конкурировать с целой федерацией. Мы это тоже хорошо понимаем. Когда создается спортивная федерация и когда она пристегивается уже к спорткомитетам различным, начинает финансироваться, финансируется из совершенно разных источников. Как это собирает спорткомитет или как это собирают отдельные федерации. Это отдельный вопрос. Чаще всего реклама на чемпионатах каких-то и так далее. Ну то есть сборы в том числе. Или там как в советское время называли поборы. С тех, кто занимается и так далее. То есть вопрос сбора средств всегда гораздо эффективнее у спортивных федераций. И в этом смысле да, конкуренции прямой не будет. Мы это тоже хорошо понимаем. И поэтому да, спортсменов всегда будет больше. Ребята, это хорошо. Ну и пусть. Они пришли в спорт. Они пришли заняться своим телом по сути. Это люди, которые занимаются своим телом. Ну и пусть занимаются. Хотя бы в юности немножечко этим позанимаются. Не знаю. Потому что когда они потом впрягутся в активную работу. Вот в это рабство постоянное за кровь и крошку хлеба. Им будет уже не до спорта наверное. Спорт пройдет. Ну хоть в юности немножко позанимались. Может благодаря этому они проживут там на 5-7 лет больше. Чем могли бы. По крайней мере что-то в их жизни будет. О чем можно будет вспомнить. Так. Дальше идем. Иван Иванов пишет. Мое мнение это снижение интереса это и хорошо и плохо. Что снижение интереса это и хорошо и плохо. Да. Алексей пишет. Спорт сейчас в моде. Некая структуризация. Не ну да. Спорт всегда в моде на самом деле. Ребят. Еще раз я вспоминаю вот это вот серое советское время. когда вообще боевые практики это был как я уже говорил бокс, самбо, вольная борьба, классическая борьба и чуть-чуть совсем дзюдо был. Ничего не было в принципе. И была мода. Вот дзюдо было мало. Была мода на дзюдо. Все стремились идти на дзюдо. Честное слово. А секции дзюдо было очень мало. Потому что это считалось пережитком империалистического японского прошлого. Поэтому это так вот. Вроде бы надо, а вроде бы и не надо. Вот как-то так вот было. Была мода такая на дзюдо. Была мода на бокс. Ну она через все советское время проходила. Потому что ударных-то единоборств вообще не было никаких. И эхо этого всего до сих пор у нас звучит в России. Вообще на постсоветском пространстве все до сих пор еще что-то там говорят о боксе каком-то. Который уже давно вышел в тираж на самом деле. Не особо он кому-то интересен. Но на постсоветском пространстве он чрезвычайно всем все еще интересен. Потому что это эхо вот этого вот интереса. Потому что не было, еще раз повторю, не было ничего ударного кроме бокса. Вообще ничего. И только бойцы, которые вот там 60-х годов примерно начали у нас в Савдепи практиковать боевые искусства. Только они были альтернативой этому всему. И к ним был высокий интерес. И к ним шли заниматься в подпольные секции. Идете во все. Это тоже понятно. Так. Кша Три пишет. Спорт это проще для большого количества людей. И для молодых и здоровых людей. А в БИИ надо еще думать. Ну да, согласен тоже. Согласен с этим утверждением. Безусловно, когда вы идете в какую-то спортивную секцию. Не важно кто ее ведет. Человек, который вылетел из спорта, не знаю, за пьянки-гулянки, например. Но он ведет там эту спортивную секцию. Вы приходите туда. Вам, по крайней мере, говорят, что делать. Тут вот зайчиком попрыгаете. Здесь вот подтяните. Здесь вот ударите в грушу. И все. И вам действительно и думать не надо. И еще что-то такое. Боевое искусство – это во многом индивидуальный путь. Не в том смысле, что вы с самого начала начинаете фантазировать что-то из головы. И вот вы уже боец. А в том смысле, что вы даже идете в какой-то клуб боевой. Конечно, вы выполняете все, что от вас там требуют. И практикуете то, что вам говорят. И как вам говорят. Но все это надо проводить через себя гораздо больше, чем просто в спорте. Нет ситуации, когда надо ударить по груши сильнее. Или ударить по груши быстрее. Или еще что-то такое. Это не входит в сферу интересов боевых искусств. Быстрее, выше, сильнее – это для спорта. Для боевых искусств – победа. Вам надо побеждать, а не сильнее ткнуть. Кого-то в пузо, например. Это другое. Так. Эдуард пишет. Современные ММА более зрелищные. Высокоамклитудные удары и броски. В ТКБИ больше коротких ударов. Это не впечатляет. И трудно понятно для простого обывателя. Трудно понятно для простого обывателя. Ну да, согласен, Эдуард. Хотя мне, например, вообще неинтересны ММА. И восьмиугольники, и бои без правил. По мне, так там все одно и то же. Вообще одно и то же. Мне неинтересны, например. Как я уже говорил, мне гораздо интереснее с умом смотреть. Вот, ребят, никогда не хотел сам заниматься с умом, но с большим удовольствием смотрю. Это интересно. Это битва интеллектов, на самом деле. Это действительно интересно. Что касается ММА, ну кому-то, наверное, это представляется зрелищным. Возможно. Даже не представляю. Мне кажется, ММА любят люди диванные, которые сами ничего из себя не представляют. Вот они это все смотрят и как-то фантазируют в своих каких-то мечтах, в грезах пребывают. Это так же, как вот люди, которые любят смотреть, не знаю, фантастику. Я вот, например, люблю смотреть фантастику. С моей точки зрения, это альтернативная реальность. Это то, чего нет. То, чего никогда не будет. Но вот ты смотришь на это, как на альтернативное развитие истории. Альтернативное развитие реальности, например. Смотришь, тебе это впечатляет, тебе это интересно. Именно потому я это и смотрю, что этого нет в реальной жизни. В моей. Я имею в виду реальной жизни. Мне кажется, ММА смотрит примерно так же. Смотрит, потому что этого нет в их реальной жизни. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться. Так. Эдуард пишет. Живой пример Брюс Ли. Он говорил, что в реальном бою он применяет другие техники, чем в кино. Очень хорошо сказано. Действительно, очень хороший пример. Алексей пишет. В вопросе было об очернении боевых искусств. Ну да. Давайте тогда немножко перекинемся на эту тему. О том, что боевые искусства в СМИ, в каких-то сетях, в сети в смысле, как-то их значение немножечко пытаются топить. Наверное, об этом речь шла. Давайте выскажемся на эту тему. Так. Леонид пишет. Многие занимаются каким-то направлением самостоятельно. Значит, интерес не снижается. Вы знаете, вот Леонид, мне очень понравился ваш комментарий. Я очень надеюсь, что он и другим людям тоже понравился. Благодаря этому комментарий у меня создается впечатление, я надеюсь, что оно верное, что есть люди, которые, несмотря ни на что, делают то, что нужно. Это очень приятно читать такой комментарий, потому что при Савдепе именно так и было. Тоже люди не шли ни в модное дзюдо, ни всем надоевшее тогда самбо, ни в бокс всем надоевший. Шли заниматься боевыми искусствами или хотя бы единоборствами, какими-то такими спортивными, восточными я имею в виду. По книжкам учились. Я еще раз говорю, что я не поддерживаю это обучение. По книжкам, по видео, по художественным фильмам даже, кстати, с участием Брюса Ли были люди, которые пытались заниматься. Ну, бог с ними. Но сам факт, что, может быть, они начинали с таких нелепых вещей, но в итоге-то они прорывались куда-то, в итоге они чего-то достигали. Я, например, знал одного бойца, который начинал как раз с просмотра художественных фильмов с Брюсом Ли и пытался там это все делать. Ну, как, в смысле, пытался. Неплохо достаточно выполнял то же самое, что там в кино было. А в итоге, ребят, вот совершенно несовместимые вещи, да, Ин Джао и Джит Кун До. Вот в итоге он от этих художественных фильмов с Брюсом Ли перешел в Ин Джао, да, стал заниматься хорошим бойцом. Не знаю, как сейчас, у нас далеко уже потерялись все эти контакты. Жизнь все-таки разбрасывает людей. Так. Юрий пишет. Осваивай устои, постигнешь новую суть. Я про традиционщиков. Вы как йода, да, так переставляете слова. Волшебно получилось. Ну, окей. Интересно. Так, Кшатрий пишет. Спорт также для гордых. Показать свою значимость. Ну да, хотя каждый человек внутри себя понимает, что он абсолютно такой же, как и все остальные. И мне кажется, когда человек претендует на что-то особенное, когда, например, человек пишет в комментариях, что он непобедим, когда человек пишет, что все кругом дураки, а я один нашел путь, мне кажется, что этот человек внутри себя пытается преодолеть вот это вот очень правильное ощущение, что на самом деле ничего он из себя исключительно не представляет. Обычный человек, которому хочется немножечко подняться над уровнем вот этой обычности. Ему не хватает некой необычности какой-то. Поэтому он об этом начинает заявлять активно и так далее. Проявлять себя деструктивно, как правило. Причем деструктивно по отношению к себе самому. Ну, мне так кажется. Так, дальше идем. Леонид пишет, в городах мало это КБИ. Вот в чем проблема. Оно ведь не приносит большую прибыль. Ну да, конечно, клубов, хороших клубов остается все меньше, потому что, ну, во-первых, ребят, бойцы уезжают. Вот, просто реально, вот, ребята, которых я знал как бойцов, они уехали вообще из России, например, раньше, чем я уехал. Я вообще был одним из последних, можно сказать. Вот. Как это, жалко или не жалко? Мне кажется, не жалко. То, что, ну как, рыба ищет где глубже, человек где лучше, да? Вот, если люди уезжают, наверное, для этого есть какие-то свои причины. Ну, действительно, трудно боевыми искусствами, небольшим клубам, даже выкладываясь по полной, заработать хорошие деньги для проживания в Москве, в частности. Мне кажется, сложно. Так. Иван Иванов пишет. С одной стороны, мода на спорт порождает в массах мнение о традиционных китайских боевых искусствах, как о гимнастике для детей, но зато те боевые искусства, что есть, будут практиковаться именно энтузиастами, не будет оспортивливыми. Ну да, совершенно верно. Такую же историю мы видим, например, в том же самом Китае, когда коммунистическая партия уничтожает боевые искусства, и вместе с боевыми искусствами, помните, я перечислял, был уничтожен целый пласт китайской культуры, китайского культурного наследия, которое пытаются сейчас активно внедрять. Помните, я говорил, даже Маджонг или Мадян запретили в Китае, китайское домино так называемое, а потом правительство потребовало, чтобы все побольше играли в это. То же самое и с бойцами было. Такая же была ситуация. Выкосили целый пласт мастеров, а теперь пытаются это все восстановить. И только энтузиасты это сохраняли. И слава богу, что сохраняли и сохранили. И мне кажется, боевые искусства вообще развиваются только на уровне вот такого вот энтузиазма внутреннего. Вы знаете, у спортсменов есть вера в то, что их спорт это что-то значимое. То есть они живут на уровне религии, как мне кажется. Именно на уровне религии веры. Я верю в то, что там мое направление особенно удачное. У бойцов, мне кажется, такой веры нет. Они не живут в системе религии боевых искусств. Они живут в системе реальности. И именно поэтому их практика, вот эта индивидуальная практика, практика, построенная на энтузиазме, развитие в себе, в первую очередь, боевого искусства, а потом уже может быть передача кому-то. Эта практика построена не на уровне веры какой-то. То есть созерцание того, чего ты реально созерцать не можешь. А на уровне тех навыков, в которые верить не надо, которые видны, это другой, мне кажется, подход. Алексей пишет, спортсмены иногда так свысока говорят о боевых искусствах, гимнастика, а, гимнастика, ну хоть не пьет. То есть человек занимается гимнастикой, хотя бы не пьет. Чем бы дитя не тешилось, либо не вешалось, про спорт добавляет. Ну да, но есть такое отношение. Но слушайте, а у нас у бойцов такое же отношение к спортсменам, например. У меня, ребята, у меня такое же точно отношение. Слушайте, когда мне, например, пишут, слушайте, вот у меня ребенок 12-13 лет, я бы хотел отдать его куда-нибудь заниматься, я вот думаю, выбрать бокс, например, или там, я не знаю, что, ну там, дзюдо то же самое, например, или там еще что-то. Вот куда вы считаете лучше его отдать? Слушайте, да куда не отдадите, будет просто спорт. Хотите его в спорт отдать? Да отдайте в любой спорт. Отдайте его в греблю какую-нибудь, я не знаю, отдайте его в волейбол, ну к чему он сам стремится туда и отдать? Это же просто спорт. Хорошо, что он будет заниматься спортом, хорошо, что он будет не сидеть за компьютером, там, позвоночник себе портить, осанку какую-то портить, там, здоровье портить, слава богу. У нас такое же отношение же к спортсменам, это нормально, занимается чем-то человек, ну и пусть занимается. Как знаете, в Москве, когда я жил, там была соседка одна, у нее был внук, который вообще не работал, ничем не занимался, ничего не хотел. И когда ей говорили, ну как же так, он висит у вас на шее, вот он ничем не занимается, она говорила, эта соседка, пускай он ничем не занимается, пусть он на диване лежит, главное, что не пьет, и наркотиками не балуется. Вот понимаете, вот такое вот отношение. Так что, если, ну, занимаются люди спортом, ну пусть занимаются тоже, главное, что без вредных привычек живут люди, ну и хорошо. К чему-то хотя бы стремятся. Так, дальше идем. Алексей пишет, коммерция и боевые искусства несовместимы. Ну, слушайте, мы уже обсуждали, в принципе, эту тему, кому-то, кому-то удается совмещать боевые или там около боевые какие-то искусства с коммерцией. И, в принципе, коммерция, ну, слушайте, вот у меня, например, тоже в Москве остался знакомый один, который, с которым мы как-то сошлись, случайно, можно сказать, там, он приходил к нам в клуб, там, потренироваться, например, иногда мы какие-то вещи, там обсуждали с ним и так далее. Вот. И в какой-то момент, например, он мне пишет, что, ну, вроде бы он обосновался где-то, какой-то зал открыл, все. И вы знаете, чем это кончилось? Тем, что в итоге на тренировках были толстые тетки. Эти толстые тетки шли к нему заниматься в качестве фитнеса. И ему ничего не оставалось, как заниматься этими толстыми тетками. Просто, понимаете? Потому что, ну, а как-то жить надо. А он сам не москвич, то есть у него даже своего жилья там, например, нет и так далее. Я-то ладно, москвич, немножко попроще мне было, да? А ему-то там надо как-то жить тоже, как-то сводить концы с конца. А не он с жирными тетками с этим занимался. А что остается? Вот. Поэтому, когда мы говорим коммерция и боевое искусство несовместимы, ну, в околобоевом или псевдобоевом каком-то, как-то сказать, ключе, наверное, совместимы. Не всем удается это совместить с деньгами. Потому что, деньги, ребят, деньги, хорошие возникают как большой оборот, когда много людей через вас проходит. А что нужно людям? Вы тогда должны предложить им что-то, что им нужно, что-то, чего они хотят. А массы, как правильно тут было отмечено Ивановым и Ивановым, массы-то хотят совершенно другого. Так что вы будете преподавать все равно не боевые искусства. Скорее всего. Так, Леонид пишет. Просто я начинал с коксин, спорта, потом самообороны на базе модернового джиу-джитсу и так далее. Смешение с боксом. И мне уже 30. Не имею опыт. И поэтому, наверное, интересуюсь традиционной. Ну окей. Все бы через что-то сначала проходили, а потом многие обращают свое внимание на традиционное боевое искусство. Мы это уже тоже рассматривали, когда люди идут в глух вещей и сначала, например, человек занимается штакан, например, занимается штакан, все-все-все, даже какие-то степени получает, какие-то где-то участвует в соревнованиях. В какой-то момент начинает понимать, что соревнования соревнованиями, а жизнь-жизнью. И начинает копать глубже, идет к окинавским направлениям, потом через окинавские направления смотрят, а там открывается вообще целое, ну как сказать, целый мир возможностей. Дальше идет к китайским боевым искусствам, и оказывается, что там все, например, а не в том, с чего начинал. Это нормально, мне кажется, так должно быть. Так, Проспорт пишет, коммерция, тот же ММА, у нас в городе клуб есть Fight Fusion, они гребут бабки только так, а к ним идут и дети заниматься, потом мучатся, проблемы со здоровьем, организаторам главное срубить капусту. Ну да, это правильно. Вот ответ, кстати, хороший.